Я знаю, что многие из вас слышали проповеди на Псалмы, участвовали в разборах Псалмов, цитаты обычно дергиваемые, но то, что вот петь Псалмы от и до, как-то вот... И вы знаете, я не то, что сейчас вот вышел и сейчас я вам что-то продемонстрирую, а вот смотрите, какой я вот крутой вот к вам приехал. Нет, я когда уверовал, приехал из РТ, я был действительно недолго. Меня выгнали, как меня выгоняли во многих местах, меня выгнали из школы общеобразовательной, из института выгоняли, из одного, второго, ну, это не столь суть. Из разных стран меня уже, когда я стал христианином, стали выгонять и депортировать, ну, это все мелочи. Я стал писать, вернее, сочинять музыку на Слово Божье, когда вот я пришел из РТ, я был в полной уверенности, что Господь меня нашел для того, чтобы я благовествовал папе. Вот я настолько любил своего отца, а мой папа вообще никому никак не служил, но меня-то он будет слушать. Вот я ему рассказывал Евангелие и в какой-то момент сказал, сын, все, вилы, хорош, замолчи, иначе я с тобой не буду вообще общаться. Давай, заканчивай. И вот я ломал голову, ну, как, как, вот, как, как приблизиться к родителю? И тут как-то вот гитара, как-то вот. Вспомнил, опять же, классику жанра. Бонем, кто знает группу? Песню «By the rivers of Babylon» помните? Помните? Ну, поднимите руку, кто помнит. Ну, это ж 136-й псалом кошерный, прям вот Лиз Митчелл прям выдала вся, можно сказать, атеистическая страна, Советский Союз под нее отплясывала и даже не знали вообще. И как-то вот так вот пазл сложился, и я, опа, переложил один псалом. Пришел, я говорю, пап, я тут песню сочинил. Ну, давай послушаю. И так потихонечку, потихонечку. А у нас же сегодня воскресенье. И в воскресенье всегда хочется говорить о прощении грехов. Наш Господь хочет прощать. Потому что если вот кому-то выйти и сказать, так Бог повелевает, всем повсюду покаяться. Одна тема. Он повелевает. Это приказ. Это не как вот к Максу, что вот Бог ему объяснял вот насчет десятины, что вот ему подводил, что вот не ломал его через колено. Да, а представляете, неверующим тебе Бог повелевает. Или сказать, Бог хочет тебя простить. Это его самое большое желание. И за тысячу лет до Христа уже равина, уже Давид, уже знал, что прощает Бог напрямую. 31-й псалом. Максим, открой, пожалуйста. Ну что, попоем Слово Божье, как оно есть записано. Седьмой стих будет у нас припевом. Блажен, кому отпущен, беззаконие я, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе лукавства нет. Когда молчал я, обветшали кости мои от вседневного стинания моего. Ибо день и ночь беготела надо мной. Рука твоя, свежесть моя, исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу, преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитье многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби. Окружаешь радостями избавления меня. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби. Окружаешь радостями избавления меня. И прямая речь Бога, вразумлю тебя, направлю тебя на путь, По которому к тебе идти буду руководить тебя. Око мое, над тобой не будьте какой, как лошак, Несмысленные, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, Чтобы они покоряли себе много скорбей нечестивому. А уповающего на Господа ожидает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правые сердца. Слава тебе, Господи, за любовь Твою, за милость Твою, Боже, Что нашел нас, что не оставляешь, Бог, Что приготовил каждому из нас путь, по которому идти. Господи, Ты не просто наш покров, Ты радость наша, Ты мир наш, Боже. Спасибо, что у тебя есть план для нашей жизни. Ну давайте всем вместе припев седьмой стих. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, Окружаешь радостями избавления меня. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, Окружаешь радостями избавления меня. Можно петь псалмы? Ну как-то слабенько у вас. Давайте следующий. Слава Господу. Следующий псалом Спержин назвал жемчужином псалтыри. Догадываетесь, о каком псалме речь? А? 22-й. Может, отсюда, кстати, пошло. 22-й псалом. Он ободрял всегда верующих во все времена солдат смертельно раненых, рабов, которые изнемогали, которые становились свободнее своих хозяев. Значит, первые три стиха, это у нас припев. Поем все. Первые три стиха, припев. Вы его, Максим? Я просто не вижу отсюда. Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитях И водит меня к водам тихим, Подкрепляет душу мою, Направляет меня на стези правды ради имени своего. Если пойду я и долиной смертной тени Не убоюсь зла, Потому что ты со мной, Твой жезл и твой посох, Они успокаивают меня. И припев. Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитях И водит меня к водам тихим, Подкрепляет душу мою, Направляет меня на стези правды ради имени своего. Ты приготовил предо мною Трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, Чаша моя преисполнена, Потому что, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитях И водит меня к водам тихим, Подкрепляет душу мою, Направляет меня на стези правды ради имени своего. Так, благость и милость Да сопровождают меня Во все дни жизни моей, И я пребуду в доме Господнем Многие дни. Или другой перевод. Я вернусь в дом Господень Навсегда. Потому что, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитях И водит меня к водам тихим, Подкрепляет душу мою, Направляет меня на стези правды ради имени своего. Направляет меня ради себя. Слава Господу нашему Иисусу Христу. А вот теперь скажите мне, А как узнать вообще, какой дух в человеке? В 79-м году в СССР вышел замечательный фильм, Называется «Восхождение». Он черно-белый, не знаю, кто видел, не видел. Вообще удивительно, как в Советском Союзе выпустили этот фильм. То есть человек, который не читал Библию, Ну да, может быть, что-то там, У него там какие-то ассоциации возникнут. Но тот, который знает Библию, То есть он смотрит фильм «Восхождение» И понимает, что вот на примере двух характеров Нам показано, какой дух в человеке может быть. И они могут быть совершенно противоположными. Абсолютно. И причем, можно перепутать, какой дух в каком. Если не смотрели, посмотрите, Фильм «Восхождение» называется. Что руководит человеком по жизни? Какой он настоящий? Как это узнать? Евангелие от Матфея, 7 глава, 16-20 стих. По плодам их, узнаете их. Казалось бы, все просто, да? То есть, и это у нас конец Нагорной проповеди. Как нам рассказывал Борис вчера, Цитировал Экклесиаста, Что конец дела лучше его начала. Экклесиаст 7-8. В любой проповеди важен ее конец. В любой книге важен конец. Важна последняя глава, последний абзац, Последнее слово главного героя. Вот скажите, кто помнит, чем заканчивается, Вот после слов по плодам их, узнаете их. Дальше Иисус заканчивает проповедь. Чем он ее заканчивает, помните? Матфей 7, 24-27. О двух строителях. О, тут полно строителей, точно. О двух строителях. Один назван благоразумным, Да, который уже Иисус, когда объясняет, Который слушает и исполняет. А второй назван безрассудным. То есть слушают оба, Исполняет один. Но у обоих есть результат их деятельности. И заканчивает Иисус и эту притчу, И Нагорную проповедь, Словами о падении великом тех, Которые слушают, но не исполняют. Согласны? Я ничего не придумал от себя. Так вот, У всех есть плод. А вот скажите мне, пожалуйста, Вот здесь, сейчас, Вот вы сидите, я говорю, Не я говорю, неважно, Господи, благослови, Никогда не приватизировать это место, Это твое место. Здесь мы можем узнать, Какой дух у нас? Нет, не можем. Более того, я вам скажу, Десять лет я прослужил в мессианской синагоге. Я был в полной уверенности, Что я служу Господу. Я проповедовал, Я закончил институт библейский, Я стал учителем Торы, Пятикнижия Моисея, Это в мессианской синагоге. Вел несколько групп, Занимался детским служением, Играл в группе прославления. То есть, все вроде бы как, Вот прямо оно, Прям дела, дела, сплошные дела, Но как откровение вторая глава, Да знаю, да, Как Господь говорит, Да знаю, это я все только вот имею Против там тебя, Вот ты оставил. То есть, куда-то вот за всеми этими делами, Куда-то вот подевался, Ну, сначала ушла радость. То есть, уже ты просто как закусив у дела, Ты как вол, ты пашешь, И как был. Сначала ушла радость. Потом потихонечку ушел мир. То есть, наша умиротворенность От сознания того, А об этом Сергей вчера говорил, Волга, Что наше вот это вот, И Божье, Это иногда две большие разницы. Так вот, смотрите, Радость, мир, Да, еще какого слова не хватает? А? Любовь, радость, мир. Да, вот царство Божье. Ушли куда-то, все. И как раз в какой-то вот из дней Приехал Володя, Человек был в Москве, Или он тогда был в Москве, Как-то мы с ним пересеклись. И я вот ему все рассказываю, Значит, на себе вот так, Володя, ты представляешь, Я вообще помощник пастора, Я проповедую каждую неделю, В неделю по нескольку раз. Группы ведут, И он мне задает один единственный вопрос. С неверующими? И это копоньки. Виду не показал, Но я запомнил. А потом в 2014 году, Я благодарен Богу, Что я согласился на миссионерскую поездку в Индию. И вот представьте, Я коренной москвич, Белый, пушистый, Который вот, Даже успел начальником где-то поработать, Там закончил в светский институт, Тут еще в богословском институте, Вот здесь. И вдруг вот Москва, Дели, Самолет, Вот пересадка, Бубанишвар, Столица одного из самых беднейших штатов, Нас загружают, Выгружают у самолета, Загружают в джипы, Везут, Оставляем где-то вещи В какой-то там третисортной гостинице, Тут там еще циклон на них надвигается, И нас привозят в деревню к прокаженным. Вот, я только утром был в Москве, Вот вечером, Вот это вот, Лавина идет, Вот этот дождь, И к вам идут, Кто смотрел триллер, Клип Майкла Джексона, Когда вот идут, Вот они вот так вот идут, Вот половина лица, Там ушей нет, Носа, Рук, Ноги какие-то, Культи, Вот это, И вот идут, И прям, И вот к тебе они вот так вот, И тебя за руку, В одну секунду, Все христианство лозунговое, Я не буду перечислять, Там вот эти вот серегалии, Где я там, Чего я там был, Кого, Кого, Что, Чего, В одну секунду, Все лозунговое христианство, Просто отлетело. Я такого страха не испытывал никогда, Ни даже, Когда меня под конвоем водили, Ни когда меня депортировали, Ни когда меня там, Под следствием был, Такого животного страха, Бог, Ты меня вот привел, Чтобы вот все, И закончить, Пока не увидел, Маленького мальчика, Здорового абсолютно, То есть, Никто не может до сих пор, Вот эту болезнь Ганзена, Она описана, Но откуда она берется, Как ее заражаются, И как люди исцеляются, И вот представляете, Теперь индусы, Поражены, Вот эта кастовая система, Поражены вот этой проказой, И белый человек, Может быть, Кто-то из них ощутил мой страх, Но скорее всего, Это была доля секунды, Потому что я вот увидел этого младенца, И как бы вот меня отпустило, Но я-то понимал, Что я, Вот он я, Я настоящий, Я боюсь, И очень сильно боюсь, Но то, Что когда потом молился за них, С возложением рук, И так далее, И то, Что вот для индуса, Белый человек, Приехал туда, Куда сами индусы не ходят, Общается, Кладет руки, Молится, То есть, Ну, Я не один, У нас команда была, Но сам факт, И когда вот потом делились впечатлениями, Что, Ну, Уже там, Ну, Сколько там, Когда у нас там начну там отпадать, Носы, Уши там, Ну, И вот этот момент мы пересчитали, Когда Иисус исцелил прокаженного, Да, Вот и возложил руку на человека, Который отвержен вообще всеми, Всеми в этом мире, Потом индийские братья сказали, Ребята, Вы нам показали, Мы такого не делали, Вы нам показали вообще, Что мы, Как бы, Лавочные мы христиане, Спасибо вам за это, И вот Господь с того момента, Забыл, Кто из братьев, А, Игорь говорил, Да, Что постоянно идет вот преображение, Изменение, Господь так круто изменил мою жизнь, Это уже я был больше 10 лет верующий, Так вот, Скажите мне, Как узнать, Полетит ли самолет, Поплывет ли пароход, Поедет ли поезд, Исполняет ли ученик, Как узнать, А, Ну, Создать для этого определенные условия, Как называются эти условия, Как это, Еще раз, Испытания, Аминь, Здесь у нас нет испытаний, Нам дают слово, Нам помогают воспевать, Хвалить Господа, Нас кормят поезд, Какие испытания, О чем вы говорите? Вот давайте с вами посмотрим на одно из таких испытаний, Которое устроил Господь своим ученикам, Вчера, Когда Волгоград, Вот он прям закончил, Вот на том стихе, С которого я хотел начать, То есть у нас идет как бы продолжение, Давайте откроем 9 главу Луки, Ну, Я хотел начать с 51 стиха, Ну ладно, Уже захватим 49, Чтобы вам его напомнить, 9 глава Луки, Присем, Выявили, да? Присем Иоанн сказал, Наставник, Мы видели человека именем твоим, Изгоняющего бы бесов, И запретили ему, Потому что он не ходит с нами, Иисус сказал ему, Не запрещайте, Ибо кто не против вас, Тот за вас, Когда же приближались дни взятия его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим, И послал вестников перед лицом своим, И они пошли, И вошли в селение Самарянское, Чтобы приготовить для него, Но там не приняли его, Потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, Видя то, Ученики его, Яков и Иоанн, Сказали, Господи, Хочешь ли мы скажем, Чтобы огонь сошел с неба, И истребил их, Как и Илья сделал? Но он, Обратившись к ним, Запретил им, И сказал, Не знаете, Какого вы духа, Ибо сын человеческий Пришел не губить души человеческие, А спасать. Апостолы, Идут со Христом. Да, Они вестники Божьи, Они посланы вперед, О том, Возвещать благую весть. Так или нет? Апостолы с ним, Все у них нормально, Все замечательно, Но люди не принимают, Ни их, Ни Христа. И смотрите, Какая интересная реакция У апостолов, Да? То есть мы помним, Как Илья-то поступил Вообще с теми, Кто сопротивлялся. Ну мы-то, Наверное, Круче Ильи. Давай, Он-то подпалил Эту всю шайку, Ну давай сейчас И мы тоже, Сейчас вот огонь сведем. И вот, Господи, Они же, Да не нас, Они тебя не принимают. Тебя, Боже, Жить недостойные Такие люди. Знакомо? Кто огонь с неба сводил? Только я. И смотрите, Вот 49 стих, Да, Начинается, Иоанн говорит, Слушай, Вот там вот один, Он что-то там проповедовал, Там благовестовал, Высцелял, Спасал людей, С нами не ходят, Мы ему запретили. Смотрите, Как вот идет, Вот, Помышления плотские, Да? Так или иначе, Приведут к смерти. То есть, Бог сказал, Не есть, А дерево познание добра и зла, Да? Съели. Следующим этапом у нас идет убийство, Смерть. Помышления плотские, Суть смерти. Слова, которые я вам говорю, Суть духа и жизнь. Здесь то же самое, Смотрите, Сначала они запрещают, Запрещают благовест, Потому что они с нами, Не наши, Динаминации, Конфессии. Следующий момент уже, Фактически, Убийство. Самаряне, Им ничего не сделали, Они их не били, Да, Они над ними не издевались, Но, по крайней мере, Об этом ничего не сказано. Вот что это такое, Что вот когда, Если вот не по-нашему, Вот если происходит не так, Как вот мы хотим, Вот мы благовествуем, Да? А люди вот отвергают. Какой вот дух в нас проявляется, Когда вдруг мы, Это мы с большой буквы, Ну как же, Ну мы же твои, Господи, А вот эти вот тут, Вот это, А эти еще имеют наглость, Еще не соглашаться, Еще там, И не дай Бог, Там еще про Коран, Еще что-то упомянут, А еще если про буддизм, А если там, Книгу Мормона, Что с нами происходит в этот момент? Как называется вот это, Когда мы с большой буквы, А вот эти вот все черви, Вот это вот, Которые тут ползают, Которые, Как смеешь, Ты наглец, С нечистым рылом, Я тебе тут чистое питье, А ты вот, Гордость, Гордость превозношения, То, что в нас не должно быть вообще, Даже близко, И посмотрите, Какая реакция Господа, Как он говорит, Ребята, Вы не знаете, Какого вы духа, Еще раз спрашиваю, Только я один огонь сводил с неба, Или из присутствующих, Кто-то там знает, Как вот там подпалить, Как вот там напал, Знаете, Работало в жизни, Когда, Когда евангелизировали, Да, Когда благовествовали, Так радуйтесь, Вы делаете точно такие же ошибки, Какие делали апостолы, Они же не всему сразу научились, Они же не сразу стали тем, Кем стали, И положили жизнь за Христа, Опять же, Не помню, Кто из братьев говорил, Что это вот, Да, Вот мы уверовали, А потом дальше пошел процесс, И вот этот вот процесс преображения В его личность, В его, Когда вдруг, Да, Это непостижимом, Вообще, Это классика Медицины, Просто описание шизофрении, Как она есть, Одна половина ты, Это полный негодяй, Сволочи вообще, Который не достоин жить, Но почему-то Господь оставил, А второй ты, Это стопроцентный Иисус Христос, Потому что Дух Святой, Это Иисус номер два, Как они в нас уживаются, Но, То, что Макс сказал, Тот, кто начал в нас вот это дело, Или не помню, Или Саня Препов сказал, Кто в нас начал, Он и закончит, Главное, Благовествуйте, Пускай ошибки, Пускай какие-то там нагрехи, Но вы знаете, Что те, Которые в итоге потом Были верны до конца, Они положили жизнь за Христа, И опять же, Пока они ходят с Христом, Мы же тоже ходим с Христом, Кардинальное отличие, Апостолов, Вот то, что описано в девятой главе, От нас какая? Кардинальное отличие, Какое? Он был вне, Теперь же Иисус в нас, И давайте теперь посмотрим, Какая реакция на испытание У человека, Ни у одного, Вообще вот у братьев, У благовестников, Которые имеют Духа Святого в себе, Давайте откроем шестнадцатую главу, Деяния апостолов, Чтобы нам самим Вникнуть в себя, Познать, кто мы такие, Нам нужно выйти за пределы церкви, Нам нужно выйти в мир, Сегодня поле деятельности Бога, Это весь мир, Еще раз, В церкви мы не можем проверить, Какой дух в нас работает, Мы можем это сделать только, Когда начинаются испытания, Итак, шестнадцатая глава, Деяния апостолов, Шестнадцатого стиха, Случилось, Открыли? Случилось, что когда мы шли В молитвенный дом, Встретилась нам одна служанка, Одержимая Духом прорицательным, Которая через прорицание Доставляла большой доход Господам своим, Идя за Павлом и за нами, Она кричала, говоря, Сии, человеки, рабы Бога Всевышнего, Которые возвещают нам путь спасения, Это она делала много дней, Павел, вознегодовав, Обратился и сказал Духу, Именем Иисуса Христа, Повелеваю тебе, Выйди из нее, И Дух вышел в тот же час, Хотите иметь такого Духа, Которым обладал Павел, Чтобы повелевать в духовном мире? Хотите? Вот так вот, Что вот на раз-два, Как вот, Про прапорщика, Товарищ прапорщик, Остановите поезд, Поезд стой, раз-два, Вот так же, Чтобы вот Духи вам повиновались, Вот на раз-два, Хотите? Ну кто я? Ну поднимите руки, Ну отреагируйте, Хотите, Чтобы вот Духи вам повиновались, И ведь, Слушайте, Это же не мечта, Вот мы читаем, У Павла это стало реальностью, Более того, В следующей главе, Десятой, Вот мы посмотрели Луку, Девятую главу, Да? Где эти? Огонь сводили наши предшественники, Вот, А в десятой главе Уже Иисус их отправляет, И они возвращаются, Господи, Духи нам повинуются, Что им Господь ответил? Круто, Главное, Вы записаны где нужно, Ребята, Это намного важнее, Так вот, Еще раз, Конечно, Классно иметь Такую силу Духа, Чтобы нам повиновались Не Божьи Духи, Тогда я немножко Поменяю вопрос, А скажите, Кто хочет быть миссионером? Опаньки, Катя, Молодец, Ну, Сергей, Супер, Уже рук меньше, Потому что Павел-то вышел, С силой-то они вышли, Они где-то там ходят, Где-то там Филипп, Куда-то они, Они не в своем, Ни в Иерусалиме, Ни в Тарсине, Где-то они куда-то поперли, Они вышли из своего контекста, Они культурного контекста, Языкового контекста, Вообще все, Оставили и пошли, Более того, В Евангелиях, Когда говорится, Вот, Ну, Допустим, О, Вот такой силе Духа, Да, Не говорится о последствиях, А мы давайте дальше почитаем с вами 16 главу, С 19 стиха, Тогда господа ее, Видя, Что исчезла надежда дохода их, Поехали, Схватили Павла и Силу, Повлекли их на площадь к начальникам, И привели, Приведя их к воеводам, Сказали, Сие люди, Будучи иудеями, Возмущают наш город, И проповедуют обычаи, Которые нам, Римлянам, Не следует ни принимать, Ни исполнять, Народ так же восстал на них, И воеводы, Сорвав с них одежды, Велели бить их палками, И дав много ударов, Вергли в темницу, Приказав темничному стражу Крепко стеречь их, Получив такое приказание, Он ввергнул их Во внутреннюю темницу, И ноги их забил в колоду, Стоп, стоп, Как это, Павел? Как это, Вообще, как это, Божие? Они же благовествуют, Они же проповедуют Твое слово, И с ними так поступают, Давайте еще раз вот этот отрывок, То есть, господа, начальники, Народ против них, Все против них, Их задержали, Смотрите, вот 19-20 стих, Схватили, поволокли, привели, Их оклеветали, Говорят, что возмущают город, 20-21 стих, Возмущают город, Проповедуют чуждые обычаи, Уже религиозный подтекст пошел, Смотрите, Их унизили прилюдно, Сорвали с них одежду, Это у нас 22-й стих, Теперь, Их истязали, 22-й, 23-й стих, Били палками, Много раз, без счета, Их лишили свободы, Без суда и следствия, Вергли в темницу, Более того, Ноги забили в колоду, И это награда за проповедь Евангелия, Еще раз, Кто хочет, Чтоб духи повиновались ему? Миссионером, Кто хочет быть? О последствиях-то мы не думаем, Еще раз, Какой дух в человеке? И вот смотрите, Как интересно получается, Вот если бы с нами так обошлись, Как бы, Ну какая бы была у нас реакция? Ну, У меня в жизни было несколько раз, И я вам честно скажу, Ну вот если бы с вами произошло, Вот что бы, Какая реакция? Недоумение? Возмущение? Ну, по крайней мере, Хотя бы, Ну претензию-то бы Богу бы сказали, Господи, Ну я же вот, Я же тебя вот им, А меня вот, смотри, И унизили, И оскорбили, И побили, И вот так вот, И все, Друзья мои, Братья и сестры, Испытания, Они не укрепляют веру, Запомните это, На всю оставшуюся жизнь, Испытания, Не укрепляют веру, Они ее проверяют, Точно так же, Как дети, Они не укрепляют брак, Дети проверяют брак, То же самое, Тюрьмы, Гонения, Депортации, Допросы, Это все не укрепляет веру, Укрепляемся мы здесь, Здесь нам хорошо, Здесь мы все свои, Мы все разные, Но в единой, В духе, В Господе, Мы одни и те же, Но когда мы выходим На территорию волков, Вот там проверяется все, Какие мы, И какие мы настоящие, Что в нас по-настоящему, Лозунгем там, Как вот махать, Там мы можем, Там вот это, Измена, Да, Как мальчишки, Бальчишки, Мы так можем, Можем и так, Но по-настоящему узнать, Мы можем только, Когда выйдем, А ведь Иисус сказал, Что вот именно вот тех, Которые проходят испытания, Которые гонят, Вот именно через них, Он будет являть свою славу, Всю полноту своей славы, Помните, Чем заканчивается Евангелие от Матфея, 28 глава, Там 19-20 стихи, Идите, Делайте учеников, Там есть и в оригинале, Там именно идя, Делайте учеников, И сей я с вами, До скончания века, И теперь давайте посмотрим Следующий стих, Мы остановились на 20, Каком мы остановились, 24, Теперь 25 стих, Смотрите, Что они делают, Апостолы, 25 стих, Их около полуночи, Павел и Сила, Молясь, Воспевали Бога, Узники же слушали их, А они воспевают хвалу Господу, То есть с ними вот так обошлись, А они благодарят и славят Бога, И именно в такие моменты Господь являет свою величайшую славу, То есть не когда мы молимся О чем-то своем Господе, Дай, 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 вот мне, Что вот мне вот пиццебе, Вот засебе, Насебе, Там вот это, А Бог почему-то медлит, Да, И мы вот, А мы молимся, Продолжаем так вот усиленно, И Господи, Почему ты не отвечаешь, Почему ты молчишь? Нет, Вот когда мы молимся И благодарим за то, Что Бог совершает Именно все, Вот за все, Что Он делает, Когда мы проповедуем Его Слово, Вот когда мы благодарим, Когда мы Его хвалим, И тогда Он совершает чудеса, Одна женщина Попала в концлагерь, Она положила в своем сердце Благодарить Господа Всегда за все, Вот за все, И вот в концлагере, В бараке, Она вышла вот из спального там помещения, Или она осталась там, Не суть, В общем, Она увидела невероятное количество вшей, Просто огромное, Кишмя кишела все этими вшами, И она ничего не нашла такого вот разумного, Как вот, Но она привыкла благодарить, И она сказала, Господи, Я благодарю Тебя за то, Что Ты устроил в моей жизни Вот такое количество вшей, Ты дал нам в барак, Вот это невероятное количество вшей, Значит, Бои шли уже почти вот на поступках к концлагерю, Фашисты решили вообще стереть его с лица земли, И с огнеметами заходили в барак, И жгли все подряд, Всех людей сжигали, Вот они зашли в этот барак, Увидели этих вшей, Дверь с презрением закрыли, Вышли, Ну, все равно там, Ну, люди не выживут, Но люди выжили, Люди выжили и спаслись, Представляете, Что делает благодарение Богу? Да, И вот эта вот реакция на то, Когда с нами что-то не так происходит, У меня есть еще, Макс, время чуть-чуть? А? Когда меня саживали с поезда в Украине, Значит, меня вели несколько автоматчиков, Они завели в караульное помещение, Вот, стали меня допрашивать под видеокамеру, И у меня была только одна мысль, Вот, представляете, У меня пот струился, У Иисуса струился пот, Когда Он молился за учеников, Да? О том, чтобы принять вот эту вот, Все вот волю Божью, А я молился только, Господи, только чтобы не узнали, Что я был в Крыму, Господи, только одно, Только чтобы не узнали, Господи, это светит трешечка, А то и пятерочка, Господи, Что я был в Крыму, Больше ни о чем я не мог думать, Одна мысль была, Только что вот не узнали, Это был не такой страх, который был в Индии, но все равно где-то на уровне живота. Ну вот все приплыли, загремел я. Я же тебя хотел проповедовать, Господи, а меня вот тут со мной так поступают. Ну я вам чуть попозже расскажу. И вот 26 стих. Смотрим опять на Павлову и Силу. И там есть вот это вот то, что я сделал припевом, вот Господь так вот положил мне, что ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь радостями и избавлением меня. Вот всю полноту этих слов мы сможем понять, когда мы опять же молимся не о чем-то своем, а когда мы, выполняя волю Божью, оказываемся в каких-то стесненных обстоятельствах, и Господь являет свою славу. Бог избавляет, Он не оставит нас, не оставит. Не оставит Бог. И посмотрите дальше, какой дух. 27 стих. Ну в Библии же даже написано, если можешь стать свободным, ну сделайте свободно. Зачем тебе этот страж? Паша, страж тебе зачем? Ну порезал бы он себя, там харакирис сделал, горло перерезал. Слава тебе, Господи, мы бы еще добавили. Возмездие Господь совершил свое над тем, кто вот изъебался над твоими. Ну так или нет? Ну скорее всего. Но вот дух. Смотрите, какой дух. Ведь фактически этот страж был врагом Павла. Пятая глава Матфея, 44 стих. Кто помнит наизусть? Любите врагов ваших. Дальше как там? Благословляйте проклинающих вас. Благодворите ненавидящим вас и гонящих вас. Да, вот он этот дух детей Божьих. Настоящий дух. И вот я вам рассказал, как вот меня сняли с поезда, да, вот как я трясся от страха. И тут вот, значит, они записывают. Они видят, что со мной что-то вот происходит. Ну как бы, ну я не совсем молодой человек. Сейчас вот я тут, наверное, окочуюсь. Ничего, ничего, вы не переживайте, вы не расстраивайтесь. Вы подождите вот в коридорчике. В коридорчике. Вот понимаете, мы сейчас вот оформим протокол. И мы вот, вот, и вас потом на обратный поезд, мы вас отправим. Вот я выхожу в коридор. А дальше происходит что-то невероятное. То есть вот я вышел. И вот только у меня молит. Господи, только, чтобы не узнали про крайнюю. Господи, только, вот я тебя прошу, Господи, одно, одно, Боже, вот так, я тебе только что, вот, чтобы не сесть. Вот я выхожу в коридор. И дальше думаю, Господи, а что делать? А сумка? Пригласили уже братья. И пригласили братья еще, сказали, ну ты из Москвы там что-нибудь сладенькое привези, а нам же только скажи. У меня полная сумка конфет. Полная сумка. А дальше как вот в мультике про Астерикса и Обеликса происходит вот такое, знаете, тадам! Я, ну не ногой, но просто открываю дверь в корольное помещение. Ребята, там 20 человек, там 3 офицера отдельно, и там человек 17-18 солдат. Ну, срочная служба солдаты. Кто был? Кто знает? Всегда что хочется там в армии? Поесть хочется, да. И вот я вот с этим, с этой сумкой, с конфетами, и вот так вот, и пошел. Я говорю, ребята, у вас своя? У меня своя. Они же меня там обыскали. Вы уже все на поле. Ух, о, что-то, о, шоу, там, да-да-да-да-да, все вот это вот. И вот я с тобой, веньху раздоху, а тут съедши прям. Хожу, да, вот подсидки. И никто не кричит. И молоденький солдатик один. Вот я вам прям в руку там все вложил. И рассказываю, любви Боги. Как Бог любит и русских, и украинцев, и узбеков, и таджиков, и хермисов. То есть всех татар, всех Бог любит. И я по второму кругу, опять, что как Иисус любил нас вот до конца, что, и представляете, где-то минут 20 я ходил и просто, как вот по-рэперски обедал мозг у меня. И если у меня караульное помещение, меня вели под автоматами, то обратно меня вёл начальник караула обратно. Уже без оружия, без ничего, уже на избойство. И что они не знают, понимаете, у меня у нас и касса, мы должны это сделать. Ну вот это, а я паспорт показываю, я говорю, ну слушай, без моря, мы на 5 лет, у них вообще же. Ну вот, ну как, ну сейчас поезд, у меня есть на сумке, где мы как-то там заменим, там перепишем, поезд, какой оттенок перепишем. Ну в общем, вот так работает Господь. Я, это тот, который боялся от страха, сидел у которого, ну хорошо, отсюда только вода шла, потому что был готов уже. Но Бог сделал совершенно невероятно. И Господь продолжает творить свои вот эти чудеса по спасению людей, когда мы остаёмся Ему верными. И Бог совершает своё дело спасения. Давайте дальше посмотрим, 29 стих. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И выведя их вон, сказал, Государь мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, верую в Господа Иисуса Христа и спасёшься ты и весь дом твой. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он намыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем своим домом, что уверовал в Бога. Аминь. Мы с вами спели 31 Псалом, мы с вами спели припев, но там есть прямая речь Бога. Да? Вразумлю тебя, направлю тебя на путь, по которому тебе идти. То есть, каждый человек, которому прощены грехи, не он думает, что они ему прощены, а тот, который получил Духа Святого во всей полноте, то есть для него уже приготовлен путь. Теперь давайте опять вот с ручками вверх. Кто молится о том, чтобы Бог вывел его на тот путь, который он ему приготовил? Молодцы! Да вы просто чудесная сегодня группа по обучению, как нужно поступать. Как нужно? А то иногда говорят, а как слышать, как вот водительство Духа, как вот это в жизни? Да как? У Бога для тебя есть план. Дух Святой до ревности он любит. Если ты чуть в сторону отойдешь, Бог подкорректирует, Бог подправит. Скажите, а кто молится за город, в который бы его вот Бог направил? Наверное, что вот человек, ну, он может думать, может ему откровение, что вот туда его Бог видит. Или село. Кто об этом молится? Отлично! А кто молится за народ? Может быть, не в этой стране. А кто молится за страну, в которую, может быть, Бог направил? Аминь! У Господа уже, вы еще не родились, он уже для вас второй раз рожденных от него, у него уже есть чудесный план и чудесный путь, куда он хочет с вами идти вместе. Он уже там. То есть, не важно, к соседям ли по лестничной клетке, или в больничку, или там в детский дом, или в тюрьму, или в лагерь для беженцев, но надо молиться. Опять, здесь мы не можем проверить ни свой дух, ни во всей полноте его реализовать. Здесь мы заряжаемся, здесь мы именно укрепляемся, чтобы потом выйти туда и чтобы не совершать тех ошибок, которые мы уже все знаем, какие у нас есть. Господь нас любит. Господь нас... Даже вот представляете, если бы, вот я не помню, я это слышал, если бы только один человек остался на земле, то Господь бы его любил бы так вот, вот всякая у него любовь есть, он бы любил... Так вот, он так каждого из нас любит. И помните, как заканчивается Евангелие от Иоанна? Чем заканчивается? Двадцать первая глава. Чего апостолы делают? Ну, Иисуса нет с ними, они что делают? Бизнес! Вау! Мы вернулись, закалачиваем тенге, мы вновь ловим рыбу, мы что умеем, то и делаем. Ну, я придумал что-то отсюда? Или так? Или ловят опять рыбеку? А Иисус им что сказал, кем он их сделает? Ловцами человеков. И посмотрите, Господь не укоряет. Потому что, может, кто-то из вас может подумать, ну, это вот апостолы, вот они пошли. Да они все тоже, все ошибки, которые могли сделать, они все это сделали. Мы совершаем те же самые ошибки. Иисус задает, Петр Николаевич, реально, задает вопрос Петру. Любишь меня? Иисус спрашивает. Господи! Занимайся овцами. Любишь меня? Да ну люблю, Господи! Игнятами занимайся. Делом займись, Петя! Делом! Делом! Еще третий раз спросил, да и помните, и расстроился, что вот так вот он его спросил. На самом деле, Господь ободряет, через Петра Он ободряет всех нас. Нам нужно идти. Как пошли апостолы, так же нужно идти нам. Идти куда-то, молиться, чтобы Бог открыл, какой путь Он нам приготовил. И на самом деле, самым простым может быть вот решением вопроса, может быть краткосрочная миссионерская поездка. Вот представайте к своим пасторам. Просто где вот, кто у нас куда едет. Вы даже, это даже, ну что там можно за неделю сделать? Ну ладно, хорошо, у нас в стране, у нас один язык. А если где-то за границей, что вроде бы, ну что, все покаются за неделю? Нет! Но это нужно нам, когда мы начинаем все вместе. Да, в репцентре это максимально приближено, но все-таки мы ограничены там в пространственных рамках, в репцентрах. А когда на миссионерской поездке мы вместе варимся, вместе пачкаемся, узнаем друг друга. Все-таки вот надо, знаете, есть вот такое слово, которое мир так испоганил, но оно очень емкое. Вот нужно вместе вот обожраться, не важно чего, хоть травы, но вместе питаться. Нужно вместе переспать, вот нужно вместе заснуть и вместе проснуться. Вместе что-то постирать, вместе что-то помыть, вместе что-то приготовить. И вот когда вот это вот все, вот это вот, начинается вот эта семейственность настоящая. В классе этого достичь невозможно. Ну невозможно. Даже в церкви, как бы ни старались мы. Но когда 24 часа там нигде, вот все открывается и Бог начинает действовать. Вперед! У вас у всех есть путь. Аминь. Слава Господу! Прежде чем мы помолимся, я спою еще один псалом. Юра, ты здесь? Ты будешь подпевать? Давай 19-й. Да, мы все благовествовали. Все, у кого-то кто-то успешно, кто-то не очень, у кого-то опустились руки, кто-то в печальке. Кто-то вообще боится открыть рот. А вот давайте сейчас 19-й псалом вместе споем, дружненько. Да услышит тебя Господь в день печали. Да защитит тебя имя Бога Якова. Да пошлет тебе он помощь. Из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя. Да вспомянет все жертвоприношения твои. И все сожжение твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу. К твоему. И все намерения твои, да исполни. Припев. Мы возрадуемся о спасении твоем. И во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает. Помазанника своего отвечает ему. Со святых небес своих Могуществом, спасающей десницей своей. Иные колесницами, иные конями. А мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и прямо стоим. Господи, спаси царя и услышь нас, Когда мы будем взывать к Тебе. И припев. И мы возрадуемся о спасении твоем. И во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Да исполнит Господь все прошения твои. Слава Господу! И нам так хочется, чтобы Господь исполнил все наши просьбы. Но мы же знаем, о ком Библия. Мы же знаем, что она вся об Иисусе Христе. То есть, когда мы, народ Божий, Просим Бога Отца, чтобы Он исполнил все прошения Иисуса Христа. Мы же верующие. Сегодня Саша нам зачитывал из 17 главы Иоанна. Одно из прошений Иисуса Христа. Отче, там, где я хочу, чтобы они были вместе со мною. Аминь. Слава Господу, что Он Ходатый наш печется о нас. Давайте помолимся. Иисус Христа.